Привет, дорогие мои друзья! В сегодняшнем видео я покажу вам лайфхак, из которого вы узнаете, как из китайской вилки сделать европейскую. Самый простой способ это воспользоваться переходником, но переходниками я вам не рекомендую пользоваться, потому что со временем контакт становится плохой, появляется искрение внутри переходника и устройство, которое вы включаете в сеть, может просто-напросто выйти из строя. Как же быть в такой ситуации? Самый простой способ разобрать обычную европейскую вилочку, можно старую, можно новую, без разницы, открываем ее и внутри нее есть два вот такие вот штырька, которые собственно нам и понадобятся. В каждом штырьке вкручен болтик, который нам нужно будет выкрутить отсюда. Выкручиваем оба болтика и прикручиваем эти штырьки к нашей вилочке. В китайских вилочках в большинстве есть отверстия. То есть вот таким вот образом вставляем и прикручиваем снаружи к сторон вилочки. В итоге из китайской вилки мы получаем уже готовую европейскую вилку, но использовать такую вилку небезопасно. Во-первых, может вот это соединение со временем раскрутиться и точно так же будет искреннее, а во-вторых, от этой оголенной части вас может дернуть током. Поэтому перед использованием такой конструкции я вам рекомендую вот эти места пропаять. Чтобы олово лучше пристало к поверхностям, место спайки нам необходимо зачистить. Сделать это можно наждачкой, либо при помощи дремеля. Зажимаем вилку в третью руку, берем жидкую канифоль и обрабатываем места спайки. Обработали, теперь приступаем к процессу пайки. Здесь важно прогреть детали, но сделать это так, чтобы не расплавился пластмассовый корпус. После того, как детали спаяны, можно приступить к изоляции. Заизолировать можно при помощи термоусадочной трубочки, либо просто обмотать изолентой. Была китайская вилка, а стала европейская. Только когда будете паять, будьте аккуратнее и не расплавьте корпус, как сделал это я. Такая вилочка подойдет к любой европейской розетке. Вот смотрите сами. Горит, втыкая в другую розеточку и опять горит. Причем, когда адаптер воткнут в розетку, вы даже не заметите, что он с китайской вилкой. Многим, наверное, встречались вот такие нелепые китайские переходники, которые, как правило, приходят в комплекте с устройствами, купленными на Алиэкспресс. Такой переходник не подходит к обычным европейским розеткам, только к тем, где нету заземляющего контакта, но который плоский. Таких розеток очень мало, но этот переходник можно точно так же использовать, взяв из него штырьки. То есть разбираем его. И как вы можете видеть, контакты в этом переходнике очень хреновые. То есть как раз таки вот в этом месте большая вероятность возникновения искрения. То есть мы берем из этого переходника штыречки, а остальное все выбрасываем за ненадобность. Эти штыречки мы точно так же припаиваем к китайской вилке. Места зачищаем, обрабатываем флюсом, прогреваем и запаиваем. Ну вот, все готово. Когда будете паять, важно чувствовать меру и не перегревать вилку. С одной стороны, с другой стороны, чем лучше вы прогреете, тем лучше припаяется. Для этого я рекомендую зажимать в третью руку вот сюда вот. То есть чтобы крокодильчик был своеобразным отводом тепла. В этом случае давайте заизолируем соединение термоусадочной трубочкой. Нарежем ее на необходимую длину. Оденем сверху на соединение. А нагреть ее можно либо зажигалкой, либо строительным феном. Термоусадочной трубкой получилось немножечко поаккуратнее. Давайте проверим. Устройство работает, все замечательно. Оба адаптера работают. И сбоку это выглядит вот так вот. К сожалению, не все китайские вилки имеют отверстия. Но даже если отверстий в этих штырьках нет, то точно так же можно припаять. Правда фиксировать будет немножечко сложней. И вот эту часть нужно спилить немножко больше. Но эффект будет точно таким же. Спиливаем головку до образования плоскости. Прикладываем и припаиваем. Чтобы лучше паялась, вилку предварительно желательно залудить. Размазываем по ней припой. И после этого уже припаиваем. Вот так вот получилось. Теперь одеваем и усаживаем термоусадку. На одно такое преобразование уходит примерно 10 минут времени. Зато смотрите сколько пользы. Все электробезопасно. Ничего не эскрит. Подходит ко всем типам розеток. Поэтому, дорогие мои друзья, очень рекомендую такой апгрейд. Надеюсь, что данное видео было для вас полезно. Если это так, поднимайте пальцы вверх. Кто еще не успел подписаться, обязательно подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. С вами был Александр. Желаю вам всем удачи, добра, позитива, хорошего настроения. Пока-пока. Это просто невероятная громкость. В общем, если хотите очень громкий сигнализатор, крайне рекомендую. Стоит он, кстати, очень дешево. Ссылочка будет в описании. Но осталось у нас не так много. В ушах все еще звенит. Если поднять его вверх. То есть сейчас он светит снизу вверх. А если разместить его на потолке, я думаю, будет вообще как днем. Но, к сожалению, я сделать это не могу, потому что панели алюминиевые и магниты к ним не пристают. Когда будете выбирать у продавца, можно выбрать...